Жила-была мама-свинка и трое ее поросят. Три брата, одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. Все лето поросята ковыркались в зеленой траве, грелись на солнышке, нежились в луках. Но вот наступила осень. Однажды мама сказала, что пора будем подумать о зиме. Она попросила их построить большой дом. Младший брат сказал, что до зимы еще далеко. Средний брат сказал, что когда нужно будет, он сам построит себе дом. А старший брат решил построить дом сам. Младшие и средние братья только и делали, что играли в свои поросячьи игры. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее. Младший брат решил построить дом из соломы. Средний брат подумал, что в соломенном доме зимой будет очень холодно. Он решил построить дом из веток и прутьев. Уже к вечеру их дома были готовы. Они были очень горды собой и не могли нарадоваться своими постройками. Теперь они были свободны и могли делать все, что вздумается. Они решили пойти к старшему брату и посмотреть, какой дом он себе выстроил. Старший брат был занят постройкой. Он натаскал камней, намесил глины и не спеша строил себе надежный, прочный дом. Младшие братья застали своего старшего брата за работой. Они очень удивились тому, какую крепость он строит. Старший брат спокойно продолжал работать. Младшие и средние братья начали подшучивать и смеяться над его домом. Они так развеселились, что их виск и хрюканье разнеслись далеко по лужайке. Старший брат попросил быть тише, потому что их может услышать волк. Младшего и среднего братьев это еще больше развеселило. Они решили, что старший брат просто трус. И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, а когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который спал под сосной. Недовольный и голодный волк пошел к тому месту, откуда доносились виск и хрюканье двух глупых поросят. Братья весело шли и говорили о том, как легко они расправятся с волком. И вдруг они увидели настоящего живого волка. Он стоял за большим деревом. У него были очень злые глаза и огромная зубастая пасть. Братья настолько сильно испугались, что их тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Волк приготовился к прыжку. Он щелкнул зубами и моргнул правым глазом. Поросята вдруг опомнились и, визжа на весь лес, бросились убегать. Поднимая тучи пыли, они неслись каждый к своему дому. Младший брат добежал до своей соломенной хижины и захлопнул дверь перед самым носом волка. Волк рычал и требовал открыть дверь. Младший брат от испуга не мог промолвить ни слова. Тогда волк начал дуть. Легкая крыша вмиг слетела с соломенного дома. Волк вздохнул еще глубже и дунул во второй раз. Соломенный дом разлетелся вовсе в сторону. Волк обрадовался, щелкнул зубами и накинулся на младшего брата. Но поросяна к ловку увернулся и бросился бежать. Он побежал к дому среднего брата. Братья успели запереться и испуганно поглядели друг на друга. Волк разозлился и принялся дуть. Дом немного покосился. Волк дунул второй, потом третий, потом четвертый раз. Но дом все еще стоял. Волк вздохнул еще глубже и дунул. Пятый раз дом зашатался и развалился. Одна только дверь некоторое время стояла посреди развалин. В ужасе поросята бросились бежать к дому старшего брата. Волк побежал за ними. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не убегут. Поросята быстро промчались мимо большой яблони, даже не задев ее. А волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твердое яблоко ударило ему между глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу. В это время младшие и средние братья успели забежать в дом к старшему брату и закрыли дверь на засов. Волк прибежал к двери, зарычал и потребовал открыть дверь. Младшие братья были очень напуганы и не смогли сказать ни слова в ответ. А старший брат знал, что ему и братьям нечего бояться в прочном каменном доме. Тогда волк втянул в себя побольше воздуха и дунул, как только мог. Но сколько бы он ни дул ни один камень, не сдвинулся с места. И тут он поднял голову и заметил большую широкую трубу на крыше. Он осторожно влез на крышу и стал спускаться по трубе. Поросята услышали шорох. Старший брат сразу догадался, в чем дело. Он быстро бросился к котлу, в котором кипела вода, и сорвал с него крышку. Волк слез по трубе и упал прямо в котел. Глаза его вылезли на лоб с диким ревом, а шпаренный волк вылетел из трубы и бросился в лес. А три маленьких поросенка смотрели ему вслед и радовались, что они так ловко проучили злого разбудка. С тех пор братья и их мама стали жить вместе под одной крышей. Посадил дед репку, и выросла она большая-пребольшая. Отродясь такой репы в деревнях не видели. И вот пошел дед репку рвать. Тянет-потянет, тянет-потянет, а вытянуть не может. Не знал дед, что делать. И так, и этак, да никак не вытянет. Тогда позвал дед бабку репку тянуть. Пришла старуха, обхватила деда за спину, и стали они тянуть репку вместе. Бабка за деда, а дед за репку. Тянут-потянут, тянут-потянут, да вытянуть никак не могут. Просто беда какая-то. Поразмыслил дед и понял, что пора звать на помощь внучку. И стали они во весь голос звать девчушку, да так, что вся деревня дрожала. Прибежала внучка, взялась за бабкину юбку, и снова стали они репку тянуть. Внучка за бабку, бабка за деда, а дед за репку. Тянут-потянут, тянут-потянут, а вытянуть не могут. Расстроились старики, ведь такая репка пропадает. Тогда внучка решила позвать свою собачку жучку, чтобы хоть она помогла репку вытянуть. Прибежала жучка, схватила внучку за платок, и стали они тянуть репку вместе. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за деда, а дед за репку. Тянут-потянут, тянут-потянут, а вытянуть снова не могут. Еще сильнее расстроились дед да бабка, ведь пропадет репка неседенная. Как вдруг жучка загавкала и убежала. Вернулась собачка уже не одна, а с кошкой. Она схватила жучку за хвост и стали тянуть репку все вместе. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за деда, а дед за репку. Тянут-потянут, тянут-потянут, да не вытянуть. Расстроились старики вместе с внучкой. Не видать им репки. Как вдруг кошка убежала в сарай. Долго ее не было и вернулась уже не одна, а с мышкой. Стали дед с бабой, да внучка с жучкой просить помощи у мышки. Она повиляла хвостом, пикнула два раза, а потом схватилась своими маленькими лапками за шерсть кошки. И снова они потянули репку вместе. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за деда, а дед за репку. Тянут-потянут, тянут-потянут, да и вытянули репку. И вот решил дед репу делить. Себе взял половину, третий отдал бабке, чуть меньше внучке, кусочек жучке, пол куска кошки и совсем малую кроху мышки. Обиделись звери на деда, ведь помогали они одинаково, а поделил он репку нечестно. Прошел год. Дед высадил репку снова и выросла она больше прежней. Давно такой репы в деревнях не видели. И вот пошел дед репку рвать. Тянет-потянет, тянет-потянет, и так, и этак, да никак не вытянет. Не знал дед, что делать. И решил снова на помощь бабку позвать. Стали тянуть они репку вместе. Бабка за деда, а дед за репку. Тянут-потянут, тянут-потянут, да вытянуть никак не могут. Тогда позвала бабка внучку. Прибежала внучка и потянули они репку вместе. Внучка за бабку, бабка за деда, а дед за репку. Тянут-потянут, тянут-потянут, да не вытянут. Расстроился дед и пошел просить помощи у зверей. Позвал он жучку, но та только мордочку отвернула, вильнула хвостом и убежала. Нашел дед кошку, а она забралась на крышу сарая. Тогда пошел старик к мышке. Но и она не стала его слушать. Тогда дед понял, что звери обиделись на него, за то, что он нечестно поделил репку. Ведь без мышки, кошки или жучки не видать деду репки. Подумал старик, собрался с мыслями и пошел к животным снова. Баба извинился перед жучкой, попросил прощения у кошки и пообещал лучший кусок репки для мышки. Тогда согласились звери помочь деду. И стали они тянуть репку вместе. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за деда, а дед за репку. Тянут-потянут, тянут-потянут, да и вытянули репку. Запекла баба репу. Давно такой вкусной репы в деревнях не видели. И поделил дед репку поровну, кусок себе, бабки и внучки. По куску получили жучка с кошкой и даже мышка. Все остались довольны. Так жили они в мире и согласии долго и счастливо.